Приветствую! Вы смотрите видеообзор от SotMarket. Недорогой и функциональный двухсимочный телефон Samsung B7722. Устройство поставляется в небольшой симпатичной картонной коробке. В комплекте поставки здесь присутствует само устройство. И помимо этого сейчас я узнаю, что же здесь есть. Здесь есть руководство пользователя, а также присутствует какой-то диск с каким-то софтом. Далее присутствует гарнитура в виде наушников-вкладышей, что не может не радовать. Далее присутствует дополнительное устройство, используемое в качестве hands-free гарнитуры, USB кабель, аккумулятор и зарядное устройство. Я точно могу сказать, что набор достаточно необычный. Устройство имеет простой лаконичный дизайн. Выглядит симпатично, форма округлая, плавная, напоминает кусочек мыла. В руках держать приятно, все устроено довольно удобно. Толщина устройства 14 миллиметров. Конечно, немножко толстая, но это никак не влияет на, опять же, удобство использования. Вес небольшой, всего лишь 105 грамм. Материал изготовления глянцевый пластик. Компания Samsung, как всегда, предоставила нам продукт высокого качества. Хорошие материалы, хорошая сборка, ничего не скрипит. Практически вся площадь передней панели занята стеклом. Сверху в нем есть прорезь разговорного динамика и снизу три сенсорные клавиши. Это кнопка меню, вызов, сброс. На левом торце, то есть на правом торце, сверху кнопка блокировки экрана. Кнопка переключения между сим-картами здесь присутствует, а также кнопка спуска камеры. На левом торце клавиши регулировки громкости, отверстие для ремешка, а также под заглушкой разъем для гарнитуры и подключения к зарядному устройству и компьютеру. На задней панели блок камеры, состоящий из глазка и, конечно же, светодиодные вспышки. Чуть ниже отверстие внешнего динамика. Сверху и снизу ничего нет. Задняя крышка снимается и под ней находится два слота для сим-карт, а также слот для microSD-карточки и отсек для аккумулятора. Устройство оснащено приятным TFT-дисплеем с диагональю 3,2 дюйма и разрешением 240 на 400 точек. Имеется среднего качества цветопередача, а также запас яркости тоже средний и хорошие, кстати, углы обзора. Объем встроенной памяти составляет 270 мегабайт и, если этого вам не хватит, можно увеличить объем до 16 гигабайт при помощи microSD-карточки памяти. Аккумулятор на 1200 мАч обеспечит вам 8 часов работы в режиме разговора и 400 часов работы в режиме ожидания. Ну а что касается средних показателей, то это в среднем 2-1,5 дня работы. Из технологий связи присутствует Wi-Fi и Bluetooth. Интерфейс устроен очень удобно. Есть несколько рабочих столов, на которые можно размещать ярлыки и специальные виджеты, показывающие вам разнообразную информацию. Здесь же есть меню основных функций телефона. И что касается приложений, то тут есть некоторые наборы для общения и работы. Есть клиент Facebook, а также разнообразные приложения от компании Яндекс. Есть словари, музыкальный магазин и так далее. Также присутствует несколько простых игр. Музыкальный плеер очень прост, очень удобен в использовании. Ничего ты больше и не скажешь. Звук выдает среднего качества. Конечно же, не забываем о цене устройства. Ну и среди дополнительных настроек присутствуют звуковые эффекты. Такие вот своеобразные предустановки эквалайзера. Мегабас, концертный зал. Экстернализация также есть. Я точно не знаю, что это такое, но видимо что-то очень крутое. Музыку можно уже начать слушать при помощи комплектной гарнитуры. Она в принципе сойдет для начала. Камера на 5 мегапикселей оснащена автофокусом и вспышкой, что конечно же не может не радовать. Меню. Интерфейс. У камеры очень удобный, есть множество разнообразных настроек и качество снимков достаточное для того, чтобы поделиться ими в социальной сети или отправить ММС-сообщения. Подошел к концу обзор смартфона Samsung B7722. Отличное устройство, сбалансированное, имеет хорошее соотношение цены и его качества. Рекомендую к покупке. Более подробно с характеристиками устройства вы можете ознакомиться на странице товара на сайте. Там же есть и специально подобранные аксессуары. Не забывайте и о нашей группе ВКонтакте. Пишите, начинайте обсуждение. Мы всегда будем рады ответить на ваши вопросы.